Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. Здравствуйте, друзья. Это утро на Радио России Псков. С вами встречаю я, Валерий Гусев. В период вынужденной самоизоляции многие из нас решили пополнить свои знания и улучшить навыки в кулинарии. Среди этих немногих и я. Или многих. А проще всего искать информацию о приготовлении различных блюд в интернете. Там полно видеороликов на эту тему. Трудно ли быть видеоблогером? Сколько нужно перевести продуктов, чтобы красиво снять на камеру процесс готовки? Эти и другие вопросы обсудим сегодня. И я рад представить нашу сегодняшнюю гостью. Это псковский видеоблогер Людмила Тух. Людмила, здравствуйте. Доброе утро, Валерий. Мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам по телефону 6281030. Задавайте Людмиле вопросы. Просите, чтобы она рассказала вкусные рецепты. Людмила, у вас на канале YouTube 75 тысяч подписчиков. Это значительная, внушительная цифра. Расскажите, как удалось добиться такого впечатляющего результата? Ну, на самом деле, когда я снимала свои первые рецепты, я, конечно, предположить не могла, что это действительно вызовет такой интерес у зрителей. Как удалось добиться такого результата? Ну, не знаю. Наверное, мне просто нравятся рецепты, которые нравятся нашим зрителям. И они интересные, они, может быть, где-то необычные. И поэтому смотрят, смотрят. Не прекращают смотреть. А аудитория вашего канала какова? В основном это женщины? Да. 70% аудитории моего канала – это, конечно, женщины. А 30%? А 30%? Там есть подростки, делятся. Вот есть такая аналитика на YouTube-канале, где я захожу в свой личный кабинет, и я вижу, что это мужчины, женщины, дети определенного возраста, то есть и пожилые люди. То есть там вот по возрастам, скажем так, даже градация есть. И если брать возраст, то возрастную категорию, то это от 17 до 65 лет. Широкий круг, так сказать, аудитории, да, у нас? Да. А сколько лет канала? Я так прикинул, 5, нет? Так, 3 года назад я выложила свое первое видео, но это были не рецепты. Это было видео о сорте клубники, которая растет у нас на участке. Видео это было снято заранее, несколько лет пролежало у нас в картотеке, в домашнем компьютере. Вот. А так получается, что 3 года назад первое видео вышло на нашем канале. А откуда же у меня эта цифра 5 вдруг всплыла? Я так вроде полистал видео, смотрю, 5 лет назад, 4 года назад снято, выложено. Началось все, значит, с клубники. Да, да. У нас появился очень замечательный сорт клубники, и я чисто случайно, у мужа был с собой фотоаппарат с возможностью съемки, я решила, что я сниму про это видео. У нас была группа ВКонтакте, где мы занимались клубникой уже на тот момент, и я решила, что я сниму это видео, выложу в свою группу, чтобы другие люди могли увидеть, какая замечательная клубника у нас растет. Сейчас клубника дает плоды у садоводов и огородников, сам вчера пробовал, так сказать, снимал пробу. Из клубники можно приготовить какие-то блюда, или лучше ее так кушать? Ой, конечно, когда идет свежая клубника, лучше ее кушать вдоволь. Лучше ее кушать вдоволь, замечательно. Много витаминов, да и само удовольствие от потребления этой вкусной ягоды ничем не сравнимо. Но можно ею украшать какие-то десерты? Конечно, да, конечно. И есть много кондитерских, которые у нас заказывают тоже ягоду для украшения десертов. Вот я лично с десертами в эту пору летом не работаю, потому что мне некогда, меня клубника отнимает все время. То есть я не готовлю на своем канале такие вот изысканные, скажем так, кондитерские блюда. Это нужно специальное, наверное, образование. А еще можно всякие смузи делать, да? Да, совершенно верно. Вот что касается смузи, наши дети каждый вечер делают смузи. Это кефир, клубника, банан. Все это взбивается в блендере замечательно, вкусно и очень полезно. А в каких пропорциях, раз уж мы переходим к рецептам? Ну, клубники дети берут много. Добавляют один банан. Значит, ну, клубники, если уж так говорить о пропорциях, наверное, грамм 300 клубники, один банан и, наверное, полулитра кефира. Вот это дети у меня делают для себя смузи. Это на сколько порций получится? Это получится три хороших больших стакана смузи. Вы считали, сколько видео для канала о рецептах вы сняли и разместили? Вы знаете, нет, не считала, но я в этом году чистила видео и некоторые поудаляла. Зачем? Не знаю. Они были какие-то, на мой взгляд, уже, может быть, неактуальны. Или те, которые вот меньше всего смотрят. Что-то мне там не понравилось. Как я их снимала первое время. Дрожала камера. У меня первое видео снимали дети. Вот, я помню, как мы делали дома, сын снимал. Я готовила колбаску из печенья, орехов и шоколада. В общем, ну, вот такие видео, которые мне кажутся сегодня уже некачественными. Вот я решила, что они никакой пользы для канала не приносят. И поэтому решила их удалить. То есть вы выросли, да, из тех маленьких штанишек и теперь уже можете со стороны посмотреть на свое творчество и критиковать его. Естественно. Я очень критично отношусь к своему творчеству в том числе. Но сейчас уже научилась. Не реагировать, может быть, на какие-то комментарии. Вообще даже не реагировать. Но мы об этом еще поговорим. Попозже о комментариях. А пока скажите, долго ли вы думали над названием канала своего? Значит, первое название нашего канала было «Экодом-60». И, как я уже сказала, это было связано с выращиванием клубники. Придумал его муж. Вот, нам всем понравилось. На семейном совете было одобрено. И мы так и сделали. Назвали «Экодом-60». Затем, совершенно недавно я решила, что канал все-таки буду переименовывать. Потому что основная его тематика – это кулинария. И у меня было несколько, наверное, вариантов 10. Придумала их я. И тоже на семейном голосовании каждый поставил галочку над тем вариантом, который больше всего понравился. Голосование было тайным. Голосование было тайным практически в кругу семьи. Да. И таким образом появился канал «Мила Кукинг Клаб». Рецепты от «Милы», двоеточие «Мила Кукинг Клаб». Почему решили использовать в том числе англоязычное название, чтобы могли пользователи из других стран вас найти? Так принято в Ютьюбе, да. И чтобы могли найти пользователей из других стран. И моя аудитория – это действительно не только наши русскоязычные зрители, зрительницы, но в том числе и зрители из других стран. И в частности очень распространены мои видео, я так понимаю, каким-то образом они попали в испанские, испаноговорящие страны. И мне очень часто приходят какие-то вопросы на испанском языке. Я их, естественно, вставляю в Google-переводчик, перевожу, отвечаю даже на почту электронную, потому что у меня указана почта. Я сначала думала, это просто какие-то спамерские письма, их просто удаляла. Но потом, когда обратила внимание на одно, я поняла, что люди просят перевести рецепт. И таким образом у меня даже одно время было на нескольких языках. Я писала, я снимала видео и вместо текста экспериментировала, скажем так. Я писала три на русском языке, на английском и на немецком языке ключевые фразы, относящиеся к рецепту приготовления. Которые называются хэштегами, вы имеете в виду. Ну а может быть пришло время уже титры писать на английском языке? Да, но написание титров занимает время, а как всегда этого времени очень сильно не хватает. Что вообще, Людмила, вам дает вот эта деятельность, ведение блога о рецептах, о кулинарии? Вам лично, что это дает? Ну что мне это дает? Ну, во-первых, я очень люблю готовить. И я всегда ищу какие-то интересные рецепты. Что касается каких-то праздников, домашних, семейных торжеств, мне интересна эта тема. Я действительно люблю готовить, люблю вкусно кушать. Мне кажется, без этого нет успеха. Если ты сам ничего не кушаешь, не пробуешь, то и ты, в общем-то, наверное, не сможешь дать аудитории что-то интересное, вкусное. И то, что будут смотреть, будут себе сохранять в закладках и готовить еще и еще. В процессе приготовления вы пробуете блюдо? В конце. В конце. В другой раз даже на камеру. Ну, к примеру, если это выпечка какая-то, ну, я не могу ее попробовать, только в конце уже красиво оформленный. Но все равно пробуете? А вообще да, да, конечно. То я знаю таких кулинаров, которые и в процессе не пробуют, когда даже посолят, все на глаз, и поперчат на глаз, да, и даже не пробуют в конце. В конце просто говорят, кушайте, должно быть вкусно. Ага, нет, это не про меня. Это не про меня. Я пробую, конечно. И такой вопрос. Наверное, все-таки вот эта деятельность, когда вы снимаете, размещаете видео, творите, отвлекает, наверное, от каких-то проблем будничных, да? Помогает уйти от них? Да, наверное, да, да. Это действительно можно связать с творчеством, ассоциировать с творчеством своего рода, и это действительно отвлекает. Это своего рода психотерапия. Вот. Если раньше, когда были маленькими дети, я вязала, это тоже была психотерапия. Дети подросли, и теперь мне вот что-то хочется, да, готовить. Вы помните, какое блюдо на камеру первым готовили? На камеру? Ну, вот, наверное, это и была та колбаска, сливочная колбаска с орешками, с печеньем, которую многие знают из советских времен. Это блюдо из детства, скажем так. Вот. Снимал мой сын. Я ему говорила, как это делать. Эта съемка была на телефон. Низкого качества, конечно. Вот. Вот это, да, наверное, одно из первых блюд, которые мы снимали совместно. Это видео сохранилось? Нет. На канале? Нет. Убрали его. Вот, да, вот оно там, я говорю, с дрожащей камерой, дрожащие руки сына мои. Наверное, перед тем, как этой деятельностью заниматься, ну, можно сказать, что всерьез, вы посмотрели на других видеоблогеров, кулинаров? Да, конечно. На кого вы равнялись? Можете назвать? Вы знаете, это в основном Инстаграм. Мне очень многое нравится. Сама до Инстаграма мне не доходят руки. Ну, вот есть Дания в Инстаграме, такая видеоблогер, очень известная. Сейчас она переехала с семьей уже в Америке, живет, но продолжает заниматься именно кулинарным блогингом. Вот. Мне нравятся ее рецепты, ее манера подачи видеорецепта. Это коротко, понятно, красиво, вкусно. Можно ли сказать, что все русские видеоблогеры-кулинары выросли из программы СМАК? Вы знаете, да, можно так сказать. И есть один замечательный рецепт, который из программы СМАК. У меня тоже он есть на моем YouTube-канале. Это фаршированная курица. Это рецепт из программы СМАК. Очень много лет назад в программе СМАК готовили по этому рецепту эту курицу. Вот. И теперь этот рецепт у нас любимый тоже в семье. И он есть на нашем YouTube-канале, да. Друзья, звоните, если хотите узнать какой-нибудь вкусный рецепт. 62-80-30, мы в прямом эфире. Может быть, стоит тоже разнообразить как-то ваш блог, приглашать, готовить вместе с друзьями, гостями интересными. Это очень интересная идея. Я всегда про это думаю. Единственное, наверное, препятствие – это моя маленькая кухня, где всегда всем домочадцам что-то нужно. Место там только для одного. Место там только для одного. И плюс один единственный выходной день, в который я могу заняться. Это суббота. Я снимаю по субботам, в воскресенье я выкладываю видео. Вот. Потому что я работаю. И получается, что у меня только суббота остается для своих любимых занятий. Сколько дублей вы обычно делаете, чтобы получилось видео, которое вас удовлетворит? И при этом продукты вы не переводите впустую? Не получается такого? Или, может быть, есть такой опыт негативный, что ли? Вы знаете, поначалу, да, это было много дублей. Это была такая большая работа. И даже немножко расстраивалась я. Потому что действительно были какие-то переведенные продукты. Наверное, без этого никак. Некрасиво снято, не так поставлено, не туда положено и так далее. Не так размешано. Вот. То есть без этого, наверное, никуда не деться. Сейчас, конечно, уже, в общем-то, можно сказать, что такие плохие дубли сведены к минимуму. Неудачные, скажем так, дубли сведены к минимуму. И, в общем-то, уже есть какое-то понятие, что, зачем и откуда должен упасть свет, чтобы это было красиво на экране для зрителей. Но чтобы было красиво, надо, чтобы и вы были в кадре, мне кажется. Вам нужен оператор? Возможно. Возможно, я была бы рада, если бы у меня был оператор. Но, к сожалению, пока я снимаю одна. И снимаете именно стол и процесс готовки. Процесс приготовления, да. На столе как всё происходит. Ничего лишнего, скажем так, полный минимализм, чтобы это было быстро. Потому что, к примеру, один из самых просматриваемых рецептов, салат. Там он 10-минутный. Это много или мало 10 минут? 10 минут — это много по теперешним меркам. Когда я его снимала, это было нормально. И тогда так снимали. Сейчас нужно уложиться в 3, максимум 5 минут. Почему? Потому что у людей скорость жизни. Мало времени осталось. Мало времени. Люди хотят быстро увидеть красивую, понятную картинку. Всё понять из этого видео и приготовить. Иногда они нам и просят. Сделайте видео покороче. Да. И вот к тому рецепту он, конечно, бьёт там все рекорды по просмотрам. Этот салат... Как он называется? Это салат «Ананас», салат «Тиффани». Там миллионные просмотры. Но очень часто там есть такие комментарии, почему затянуто такое длинное. Чаще всего это пишут уже сегодня. Потому что сегодня уже привыкли, что видеорецепты — это быстро и коротко. Есть, конечно, передачи, формат которых длинное время. Там всё очень и очень подробно. Но по большому счёту сегодня уже не нужно показывать, как чистить картошку. Уже просто показываешь, как ты её красиво в блюдо выкладываешь. И всё, уже готовую, отварную, к примеру. Видео надо не только снять, но и смонтировать. Смонтировать. Совершенно верно. Вы долго этому учились. Вообще, может ли это каждый делать? Монтировать на компьютере файлы? Я скажу так. Если смогла я, значит, сможет каждый. Ну, долго вы учились, набивали руку? Первое видео я монтировала на телефоне. Там есть программы, которые скачиваешь на телефон и монтируешь видео. Но это было очень неудобно. Возможно, у меня телефон не той марки. Может быть, на айфонах это быстрее делается. Но уже несколько лет, наверное, даже не несколько лет, наверное, года полтора я монтирую на специальной программе, которая куплена, установлена на компьютер. И в ней делать всё очень просто. Программа писалась, как будто для меня, мне всё понятно. Дети один раз показали, объяснили с мужем. И у меня всё стало понятно. И теперь я довольно быстро, скажем так, монтирую видео по сравнению с тем, что было на телефоне раньше. Вы как-то заранее готовитесь, кроме покупки продуктов, да? Может быть, какой-то набросок сценария есть у вас? Конечно, конечно. Обязательно я делаю сценарий, что, зачем. Первое, второе, третье. И так далее. Иначе может получаться хаотично и не очень. Важен ли маникюр? Важен. Важен. Маникюр очень важен. И для меня, на самом деле, это проблема. Особенно летом, потому что летом у меня дача. И я пробовала делать маникюр в салоне, но, работая на даче в перчатках, он очень быстро приходит тоже в негодность. А маникюр очень важен, на самом деле. Руки должны выглядеть красиво. На картинке всё должно быть красиво, да? Чтобы были лайки. Посуда, маникюр. Всё должно быть красиво. Какой-то, может быть, специальный свет использовать? Как вы освещаете вот это место, на которое снимаете, да? Да, использую свет. У меня куплено освещение тоже. Не скажу, что это профессионально. Это простое освещение, недорогое. На стойке, как это правильно называется, такая лампа специально для видеосъёмок. Она подсвечивает стол, на котором снимается, идёт видеосъёмка. Вот, потому что не хватает... Софит, да, так называемый? Да, софит. Не хватает света. В основном я снимаю в осеннее, зимнее, весенний период. Летом меньше времени на это хватает. И в это время как раз-таки очень тёмное время года у нас, поэтому обязательно нужен свет дополнительный. Иначе, получается, тёмное видео приходится долго монтировать. С помощью программы можно всё осветлять, но это уже не то качество. Угу. У меня такое впечатление, что вы в детстве мечтали стать тележурналистом. Нет? Нет, я мечтала стать певицей. Ах, вот она. Аллой Пугачёвой, как минимум. Если бы сейчас вам поступило приглашение, предложение на телевидение делать то же самое, что вы делаете в Ютубе, вы бы согласились? При большом удовольствии. Даже бесплатно? Вы знаете, возможно, даже так. Мы будем иметь это в виду. Я так понимаю, что члены семьи положительно относятся к вашему этому хобби? Конечно. Помогают? Конечно. В основном употребляя приготовленные блюда? Да, да, да. Либо ещё какую-то помощь оказывают? Ну, вот вы сказали о том, что они научили монтировать вас на компьютере. Что ещё они такого сделали? Что вам пригодилось? Помогло в вашей деятельности? Ну, в первую очередь, это муж и его моральная поддержка. Ему огромное спасибо. Мишенька, большой привет. Спасибо тебе большое. Ты вселяешь в меня уверенность. Я, на самом деле, скорпион по гороскопу. Очень люблю самокопанием заниматься и критично к себе относиться. Муж вселяет в меня такую уверенность и всегда перестраивает мой негативный какой-то настрой в правильное русло, скажем так. Для этого муж и нужен. Да, для этого муж и нужен. Ну, а дети, конечно, они ждут с нетерпением, когда мама закончит очередной шедевр, и можно будет разобраться с этим по полной программе. Чтобы не быть голословными, мы сейчас послушаем фрагмент видеоролика, в котором вы готовите очередное блюдо. Пускай наши радиослушатели, ну, понимают, о чём мы тут говорим с вами сегодня. Хорошо. Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня приготовим красивый и вкусный салат-одуванчик. Он понравится всем, кто любит лёгкие весенние салаты. А необычное украшение приятно удивит ваших гостей. Салат готовится просто, и украшение тоже несложное. Для приготовления салата я буду использовать крупную форму. Первым слоем идут сухарики, приготовленные в духовке с чесноком. Затем майонез. Я использую домашний. Готовится он за пару минут. Ссылку оставлю под этим видео. Дальше консервированная и измельчённая сайра с добавлением небольшого количества масляной заливки. Следующим слоем выкладываем порезанный зелёный лук и хорошо распределяем его по поверхности рыбы. На лук наносим сетку из майонеза. Майонеза добавляйте по своему вкусу, кто сколько любит. Затем кладём нарезанные соломкой свежие огурцы. Именно наличие в салате свежих огурцов и зелёного лука делает этот салат по-настоящему весенним. Ещё раз делаем сетку из майонеза по огурцам. Верхним слоем выкладываем на тёртые на крупной тёрке яичные белки. Белки хорошо разравниваем и слегка прижимаем лопаткой, чтобы поверхность была ровной. Осторожно убираем форму и переходим к украшению. Для украшения будем использовать стебли укропа. Один выкладываю по центру и ещё два, более коротких, по краям. Майонезом рисуем кружочки. На кружочки выкладываем на тёртый на мелкой тёрке желток. Аккуратно формируем круглые цветки одуванчика. Для завершённости из листьев петрушки делаем чашелистики. Полностью этот рецепт смотрите на канале Людмилы. У нас у всех, в том числе у меня и наших радиослушателей, наверное, слюнки потекли всё-таки. Вы рассказываете, удобоваримо, как говорится. Видео используете, я обратил внимание, музыку фоном. Да. Обязательно это делать, нет? Можно делать, можно не делать музыку фоном. Я пробовала снимать видео с естественной озвучкой. То есть это просто вот естественные звуки, которые во время съёмки рецепта. Но что-то вот мне этот формат как-то, наверное, не совсем пошёл, скажем так. И поэтому я использую, да, использую музыку. Беру её в бесплатной фонотеке на YouTube. То есть есть музыка с авторскими правами, есть бесплатная фонотека. Там можно найти музыку, которая не предполагает согласие автора музыки на её использование. В последнее время, я подписан на ваш канал, признаюсь, в последнее время видео стало что-то меньше. Редко вы выкладываете. Почему? Это объективные причины на это есть? На это есть причины, да. Да, у нас сейчас начался дачный сезон, и мы активно работаем, у нас личное подсобное хозяйство, где мы выращиваем клубнику в Псковском районе. И, соответственно, все мои силы и время уходит туда. Её надо поливать, ухаживать за ней. Да, да. Полоть, собирать и так далее. Ну, а вообще, как по вашему опыту, по вашим замечаниям, как часто нужно выкладывать видео на канал, чтобы канал развивался, да, прибавлялось подписчиков, появлялись многое число лайков, да, ставили? Как это часто надо делать? Вообще успех любого канала – это регулярные видео, регулярные видео. Я наблюдаю за видеоблогерами, которые ведут аналогичные блоги, как у меня. Они выкладывают видео кто-то даже каждый день. Да, это очень успешные блоги. Там больше миллиона подписчиков, даже больше двух миллионов подписчиков. Это каждодневные, это просто вот как основной вид заработка и основная работа. И успех любого канала – это регулярность. Вот, за что я себя корю, может быть, потому что у меня действительно в летний сезон у меня проседают и просмотры, и проседает вот количество подписчиков, потому что я физически не имею возможности снять столько видео, сколько хотелось бы. Какие вообще нюансы и трудности существуют в этом деле? Тяжело ли быть видеоблогером? Вы знаете, для меня нет. Для меня это не тяжело, потому что это, можно сказать, любимое занятие. Всем известно, что любимая работа, она не вызывает ни тяжести, ни труда. Она доставляет удовольствие. А вот такое понятие, как конкуренция в Ютубе, она существует? Либо вы обходите это? Мне кажется, наверное, нет. Мне кажется, что в Ютубе подписчики идут, может быть, на голос, может быть, на манеру, на подачу видео. Если на тебя уже подписались, если что-то зацепило в твоей подаче, в твоих видео, в твоих рецептах, то люди будут смотреть, они ставят, там есть такая функция, нажать колокольчик, и ты будешь уведомлен о каждых новых видео, которые выпускает автор. И я знаю, что я сама подписана на нескольких авторов, и я с удовольствием жду выхода их видео. И как только приходит колокольчик, я выделяю время перед сном, там еще где-то, чтобы посмотреть это видео с удовольствием. Мне все нравится в этих авторах, их голос, их подача, их рецепты, к примеру, или же касательно бизнеса каких-то там, тем тоже послушать интересно. Мне кажется, даже если ты снимаешь один и тот же рецепт, к примеру, там те же какие-то оладушки, вот, но этих рецептов на YouTube-каналах существует огромное количество. Но именно смотрят твой почему-то. А есть ли ответ на этот вопрос, почему? В чем секрет вот именно вашего успеха? Потому что 75 тысяч подписчиков, на мой взгляд, для псковского видеоблогера, это, ну, хорошая цифра. У вас подача интересная, либо вы делаете что-то, там, темп, темп речи, например, или там голос у вас красивый. В чем вы думаете ваш секрет успеха? Если честно, даже не знаю, в чем секрет успеха. Для меня было неожиданностью, что мои видео действительно станут настолько успешными. Я даже об этом не мечтала. Я затрудняюсь с этим ответом. Не знаю. Не знаю. Может быть, наши радиослушатели дадут ответ на этот вопрос, когда посмотрят ваш канал. Да. Рецепты от Милы, ищите в Ютубе, друзья, смотрите и наслаждайтесь. Ну, я так понимаю, что это хобби, да, еще в бизнес не вылилось. Либо вы что-то, какие-то сливки снимаете все-таки. Нет, конечно, мой канал монетизируется, и это довольно неплохие деньги. Это вылилось, вылилось в бизнес. Это, не скажу, что это постоянный заработок. Как я уже сказала, мой сезон это с ноября по апрель, когда я могу хорошо уделять время своему каналу и заниматься им. И, соответственно, в этот период у меня каждый месяц мне приходит зарплата с Ютуб. Не хотели бы вы полностью перейти в интернет-пространство, уволиться там с работы основной, скажем, и только этим зарабатывать, только размещая ролики, нет? Не было таких мыслей? Ну, такие мысли, мысли такие, конечно, были, но поскольку у нас... Что останавливает? Останавливает, ну, наверное, может быть где-то вот... У меня очень хорошая работа, кстати, поэтому я люблю свою работу, и я тоже. Вот, и, соответственно, моя работа – это стабильность семьи. Семья, в которой трое детей нуждается в стабильности, поэтому это пока только хобби. Угу. О чём пишут чаще всего критики в комментариях? Ну, и вообще, все пользователи, да, хвалят, спорят с вами, может быть, иногда ругают? Всякое есть, есть и хвалят, есть спорят, есть что-то там поправляют, где-то какие-то неточности в речи, либо вот, а я вот в этот рецепт вот так вот, и это будет лучше. Ну, вот, разные есть, ведь смотрит большая аудитория, поэтому люди все разные, высказывают свои мнения. Раньше я очень остро реагировала на критику и даже, можно сказать, очень расстраивалась. Нет, не плакала, нет, но расстраивалась, и мне хотелось ответить. Остро, грозно, так же, как там спрашивают, но со временем пришло понимание, и, в общем-то... Что на хейтеров не надо обращать внимание. Совершенно верно, да, и чем больше ты смотришь по этой теме, изучаешь какие-то бизнес-материалы, как нужно себя вести, что делать, что не делать, то, да, приходит понимание, что на хейтеров внимания не обращаем. Пишут, значит, пишут, значит, им что-то нужно. К одному из ваших видео я выписал комментарии. Простой пирог к чаю за 10 минут с ягодами, так называется ваш видеоролик. Я сейчас приведу для наших радиослушателей комментарии, чтобы они тоже понимали, о чем мы говорим. Итак, прелесть, очень интересно, без болтовни, как будто сам делаешь. Спасибо, такой комментарий. Это пытка, такая текстура шикарная. Угостите кусочком. Или дальше. Пекла по вашему рецепту с черникой замороженной. Получилось изумительно. Спасибо за такие суперские рецепты. Но, как видим, пока только благодарности. Всякого хватает. Ну и вот последний комментарий. Элементарный пирог и видео занудное. Да, да. Ну вы что, согласны с этим, что видео занудно? Нет, конечно. Нет. Спокойно реагирую. Но, кстати, я обратил внимание, что именно в этом видео вы молчите, есть только титры. Вот я про эти титры и говорила. Они идут на трех языках. Это вот был тот период, когда очень активно меня просили переводы сделать на другие языки. И я даже под видео тоже делала текст с переводами на английский, с переводами на немецкий, даже на испанский, вот с которыми очень часто как раз зрители задавали вопросы и просили перевести. Что чаще всего просят приготовить зрители? Десерты, салаты, пироги? Как ни странно, салаты. Вот наши праздничные салаты, такие, которые вот у нас традиционно в России. Оливье, что ли? Вы знаете, нет. Не оливье, хотят что-то новенькое. Вот, к примеру, салат ананас, который там миллион семьсот, что ли, сейчас просмотров. Вот он очень понравился зрителям. И он необычный, красивое украшение и простое. В то же время, что позволяет хозяйкам блеснуть на каком-то семейном торжестве, к примеру. Вот, поэтому, как ни странно, вот у меня смотрят больше всего салаты. Потом летние заготовки какие-то, вот пойдет сезон заготовок, к примеру, там, какие-то огурчики маринованные, что-то вот такое. А ваши любимые блюда у вас, что вы готовите часто в семье? Нам очень нравится салат «Цезарь». Вот сейчас очень хорошее время, да, чтобы приготовить. Расскажите рецепт нам? Да, конечно. Давайте. Мы записываем, друзья, и готовим. Первым делом куриное филе. Нарезаем тонко, отбиваем, солим, перчим. И обжариваем на растительном масле до готовности. Остужаем куриное филе. Пока оно остывает, мы моем, подготавливаем другие ингредиенты. Дальше мы моем листья салата, красиво выкладываем их на тарелку. Отварные яйца чистим и тоже нарезаем на четвертинку. На четвертинке выкладываем тоже на тарелку. Затем огурцы свежие и помидоры тоже крупно нарезаем. Дальше длинными полосочками нарезаем куриное филе. Выкладываем поверх овощей. Сухарики я чаще всего готовлю сама для этого салата в духовке с чесноком. Дальше идут соус на куриное филе. Соус – это растительное масло, лимонный сок, соль, сахар, немножко горчицы, перец. Можно прованские травы добавить. Все хорошо перемешать. Соус готов. Этим соусом поливаем салат. Наверх выкладываем готовые сухарики. И натираем сыр на мелкой терке. Все, свежий, легкий, вкусный салат готов. Аплодисменты. Так вот красиво получается рассказывать. И вкусно, и замечательно. Спасибо. Важно, с каким настроением готовишь на кухне? И снимаешь видео тоже, да? Знаете, да, я думаю, что это важно. Да. Не надо быть злой, наверное, да? Конечно. А то получится горькое блюдо. Да. Но, слава богу, горьких блюд не получалось у меня. А что еще важно? Что еще важно? Важно, чтобы было время. Не торопиться, да? Чтобы никто не торопил, да. Потому что у меня время для съемок – это суббота. Когда муж еще не ушел на работу, а дети вот-вот придут со школы. И мне дети учатся по субботам. И мне нужно успеть уложиться вот в это время, пока никого нет, чтобы никто не отвлекал, на кухню не заходил. И мне дали спокойно, не отвлекаясь, снять видео. Наверняка, вот, благодаря вашему большому опыту, есть какие-то лайфхаки, как сейчас принято говорить, либо по-русски, да, полезные советы. Поделитесь, пожалуйста, несколько расскажите. Да, конечно, записывайте, пожалуйста. Значит, вот в любые блюда, да, куда нужен свеженарезанный лук. Все знают, что резать его не очень приятно хозяйкам. Слезы текут. Репчатый лук. Да, репчатый лук. Мы берем головку лука, очищенную, и кладем в морозильную камеру буквально на 20 минут. После этого спокойно нарезаем лук, и слезки не текут из глаз. Вот такой простой способ. Затем еще такой лайфхак, который я узнала тоже у других видеоблогеров. Это, значит, когда вы готовите котлеты, чтобы они были вкусными, обязательно на килограмм фарша нужно положить пол чайной ложки сахара. Кроме всего того, что вы кладете. Пол чайной ложки сахара. Для чего? Котлеты получаются изумительно вкусными. Это правда, попробуйте. Обязательно. Да, вот это то, что я узнала у других и не так давно, и активно уже несколько раз этим пользовалась, и прям удивляюсь каждый раз. Но надо же, и правда другой вкус. Классно, вкусно. А можно ли, например, обойтись при готовке без соли? Либо чем-то ее заменить? Можно. Соль можно заменить лимонным соком, приправами. Это общепринятое. И приправы компенсируют соль в блюдах и лимонный сок очень хорошо. У вас же есть еще и постные блюда, да, вы готовите? Да, постные блюда. В канун Пасхи, либо рождественский пост, когда идет, мы готовим постные блюда. В семье мы кушаем постные блюда. Не всегда удается придерживаться, но тем не менее стараюсь, чтобы были такие блюда. У вас есть долгосрочный, либо краткосрочный план по видео. О чем будет следующий ролик? О каком блюде? У меня на самом деле сейчас отснят уже ролик. Вот нужно только выделить время, чтобы его смонтировать. Это будет очень классный рецепт кваса из ревеня. Рецепт по очень старинной книге. Рецепт. 1700 какого-то. Вот сейчас, к сожалению, год, да, не могу сказать, но это очень старая книга. И квас очень классный. Рецепт снят, как я уже сказала. Нужно только выделить время. И квас выпит. Квас выпит, да, но это получается вкусняшка. Быстро, просто, вкусно. Все как всегда. Быстро, просто, вкусно. Ваши советы тем, кто, послушав сейчас нас, нашу беседу, вдруг решил или подумал, чем я хуже? Я тоже хочу быть видеоблогером, я тоже люблю готовить. Начну-ка я снимать видео и расскажите, какие шаги надо сделать, чтобы заниматься тем же, чем и вы. Или вам не нужны конкуренты? Нет, я не против. Я только за. И что нужно делать? Обязательно пробовать. Обязательно. Хотя бы даже на телефон. Не бояться. На телефон. Не надо ждать. Вот я себе, может быть, я потом куплю какую-то хорошую камеру, тогда я сниму. Нет. Пробуйте на телефон. Пока вы пробуете на телефоне, вы научитесь как это делать с элементарными простыми программами на телефоне. И когда у вас уже будет действительно деньги на хорошую камеру, свет, вы уже будете, можно сказать, профессионалом. Самое главное – это не бояться. Не бояться, может быть, даже осуждения какого-то, вот я говорю, первые комментарии. И не бояться выкладывать это видео, потому что многие стесняются, боятся. Что скажут знакомые, что скажут родственники и так далее. Обязательно пробовать, снимать, выбирать интересные рецепты, если это блок о кулинарии. И, как завещал Великий Ленин, учиться, учиться, еще раз учиться. Это обязательно. Целое сейчас огромное множество обучающих материалов есть в том же YouTube, в том же YouTube, есть на других хостингах. Если ты хочешь, если у тебя стоит цель, обязательно смотреть, как это делают другие блогеры. Людмила Туха, видеоблогер из Пскова, сегодня была на стартовой площадке. Время, к сожалению, наше истекло. Благодарю вас, Людмила, а всем желаю приятного аппетита. Спасибо большое. Хорошего дня, друзья, до свидания. Всего доброго.